всем привет хотел бы вам показать турнирный бой как я слил серию на 18 бою всем приятного просмотра так играл я против данного игрока в прошлом турнире тоже взял медаль так уж ему повезло что бронзовый легион смог еще остаться тем самым за счет ранга давить более младших оппонентов таких как я так вот длился 18 минут карта куба я если честно чувствовал что я скорее всего его поймаю тем более увидел в бою зеленый штаб я сразу испугался много по развитию ставим устроить двор максимально ближе к морю сразу на экстренных ставим именно центр снабжения потом электростанцию две казармы и на голодой стройке улучшаем штаб заказываем по два пехотинца и выставляем точку сбора сюда почему именно центр снабжения первый строй электростанции вторую так как я заметил такую интересную штуку что центр снабжения строится немного дольше так включаем золотое разведку пехоты с этой казармы отправляем сюда пехотинца с этой казармы сюда также этих двух пехотинцев я заменил с помощью команд управления здесь все было удобней не забыл построить еще один завод и электростанцию собрал я ресурса лучше чем он на один-два контейнера возможно все же ранг решает был бы это хотя бы 12 а так это 13 экономика все-таки стартовых ресурсов есть центры снабжения больше добывают на золотом производстве более ставим две верфи как только штаб улучшился построим центры снабжения с электростанцией здесь разведка я разведать не смог и не до этого мне было так как я чувствовал что здесь что-то не так так 4 центра снабжения имеем ускоримся первую ошибку могу вам сказать свою уже после просмотра именно данного реплея что я начал производство дельт на золотом густе производства и я как обычно делаю я плыву в сторону противника чтобы понять против кого я играю и в данном бою этот момент был критическим не сильно но я потерял всего одну дельту почти вторую и дальше сижу на золотом производстве но я испугался раша дельт а на самом деле здесь надо было включать золотую золотую добычу и выходить викинговую поставить одну торпедку так липаем дельт здесь имеем 3 3 разведчика пытаемся их отправить в разведку так здесь крепость которая естественно не даст нам разведать даже если я сразу отправил три пехотинца я ничего не разведал только на золотом густе возможно единственное чтобы я увидел это часть экономики и одну верфь все она там есть выстраиваем боевой линии своих дельт 11 ранга не флорах тем самым на базе ничего не меняется ресурсов не хватает здесь мы идем на точку и здесь уже викинг на пятой минуте 13 ранга который бьет очень больно чисто массы его продавили вот здесь вторая ошибка почему я проиграл это я не отступил я бы мог бы потерять всего две-три дельты максимум на отступление и все а так я думал заехать к нему хотя бы 5 против конфедерации это не сработает так как он тоже имеет дельты которые могут также заехать на сушу и отбить этот раш только сейчас я выхожу викингов очень поздно и ставлю торпедку строй двор естественно мне не позволяют дальше ее поставить из-за этого я опыта имею мало на море именно в игре за корабли из-за этого может быть косяк из-за появления самих кораблей ну здесь он не разведывает хотел понять сдался я или нет играем все-таки серия очень достаточно большая поэтому обидно было бы поиграть здесь он уже на меня асится ставим викинг назад и на стоп и здесь уже пошел переломный момент боя попросту оппонент меня зажимает в тиски скорее всего уже на третьем уровне это имеет три контейнеров и вот о чем я говорил нет прохода вот в этом моменте стоял викинг и этот затупок появился вот поэтому кратный собирает на я забрал свой ящик и здесь уже идет такой момент он сидит на морском ударе у него уже три викинга эти придурки пипят дельта главное здесь про плывает этот жертв я не может сидим на золотой обороне вроде бы ресурсы выхватают но на третий штаб так и нет непонятно что включать оборону снабжение либо же морской удар здесь уже ситуация печальная пытаемся расставлять своих викинг как можем в равном количестве мы его не затащим 5 2 затупок тоже здесь появился вот и богу надо морские стены придумать тыкать их туда чтобы эти затупки не появлялись на морском ударе по пару выстрелов дали все минус викинг я тут пытаюсь отбиваться здесь на морском ударе он скорее всего достанет здесь не было даже смысла общую оборону включает так как торпедка моя не достанет здесь в общем то уже прошу пошел слив здесь небольшими отрядами пытаюсь управлять не хватает мне мощи реконструкция восстанавливаемся на электростанцию отправляем затупка назад чтобы он сразу не слился ну и здесь он по разведке просто сносит мне здание здесь он видимо недоконтролил викинга сносим того кто был у нас в тылу сделал много нам хлопот торпедка мне не прокачанная собираем армию еще надеемся на что-то ставил я вторую верфь имею третий штаб вроде бы все идет неплохо но проблема в том что он имеет уже восемь контейнеров я два и он меня осадил торпедка моя не достает остается ему один ящик забрать включая морской удар и так уж вышло что контейнер точка захвата появилась именно возле него все и так вот я проиграл недооценил изначально я соперника я подумал поймал слабого из-за того что я хорошо забрал контейнеры так что вот так друзья иногда не стоит вам пытаться зарашить своего оппонента лучше вам наладить экономику не чаще сидеть на бусте именно улучшенного снабжения после того момента когда вы видите в один и тот же тайминг дельт у своего оппонента если вы играете против конфедерации естественно против сопротивления немного легче играть тем что кайманы слабее всем спасибо друзья за просмотр так что думаю тут все ясно как думаете выиграл бы я его на данном ранге учитывая тот факт что я не спал сутки и за сутки почти отыграл весь турнир всем пока всем пока всем пока всем пока